Добрый день! Специальный репортаж 29 сентября с побережья Ромболя, конец мунсуна. Весь мунсун мы довольно часто приезжали, подкармливали собак. Они теперь всегда знают, вот как это происходит. Значит, на сегодня у них рис с куриными лапками. Они очень голодные. Сейчас я покажу, как это выглядит. Значит, это рис с курицей. Вчера был сварен, сегодня остыл, и вот мы ее привезли. Они уже знают. Сейчас, может, даже поругаются немножко. На меня прямо. Вы что? Иди, всем хватит еды. Всем хватит. Ну, что ж такое? Это он самый важный здесь. Никому не дает. Ешь давай! Он не стал есть. Это белка, трехлапка. Они, конечно, оголодали очень. Призываю, у кого есть такая возможность, 150 рупий, это не так уж и много, но вы спасете ни одну собаку. Он его сейчас загрызет. Бабай, кушай спокойно. Никто не отнимет. Нет, он не даст ему. Не даст. Не даст поесть. Ну, может, мы, не знаю, останется что-то. Остальные ждут на берегу. Ну, конечно, вороны в первую очередь. Привет! Тебя, наверное, тоже выгоняют. Ну, это, конечно, да, повод для склоки. Прогнали. Прогнали, да. По прогнозу, сегодня последний, нет, предпоследний день мунсуна. То есть сегодня и завтра еще будет дождливо и ветрено, а с понедельника уже 30 градусов в тени и солнечно. Ну, посмотрим. Бежит моя красавица. Ты покушала? Ты покушала? Ты покушала? Сейчас пойдем посмотрим. Может быть, там еще голодные есть. Вон они ждут. Еще раз скажу. Мы сварили рис 3 килограмма и килограмм лап куриных мясника взяли и сварили вчера все это. Сегодня охладили и привезли. И мне кажется, это очень удобно, потому что, во-первых, они насыщаются для строительства достаточно. Лучше, чем печенюшки и кормежка. А по деньгам почти то же самое. Потому что, потому что, потому что, потому что корм купить, когда они кушают, рис с курицей и продержатся, думаю. Потому что никто их не кормит особо здесь. Из кафе их выгоняют, чтобы они не мешали посетителям. Отсюда они уйти никуда не могут, потому что у них все по секторам. Они с пляжа, они пляжные, и с пляжа не могут уйти на берег. И сам пляж поделен тоже на сектора. То есть они только вот здесь что и могут найти. Ну, может быть, они, вот я видела, крабиков ловят. Иногда пытаются, там, из ракушки выгрызть. Тухлая рыба какая-то, если рыбаки оставляют тоже. Но они редко, я вижу, что они кушают. В основном они ждут людей. Остальных не видно. Там еще у нас 4 собаки. Они что-то не выходят. Сейчас попробуем дойти до туда. Сейчас вороны, вороны, отгони их. Они сейчас у них все съедят. Птенца кормят? А где птенец? Я не вижу птенца. Где? Так, ну, пойдем попробуем. У тебя много еще осталось? Покажи. Почти сытые. Так, кажется, вкусняшка. Пойдем искать собак, которые, не знаю, куда-то запрятались. Море далеко отошло. Услышали наш свист. По привычке уже бегут. Но, к сожалению, здесь всегда вот такие борьбы с выживанием. Они будут сейчас сражаться. Посмотрим. Один из них там очень-очень пугливый. Возможно, и не подойдет. И он падает. Один из самых худеньких. Вот он черненькая собачка. Его все время прогоняют. Он стоит вдалеке, смотрит. Я сколько раз пыталась отдельно его отвезти от всех, покормить. Он боится. Люди, может быть, замахивались. Или... Вот он, видите, убитает от еды. Сейчас будет отдельно. Вадик, наверное, будет. Там еще одна самота, тоже пугливая. Стоит. Ждет. Сейчас Вадик. Есть. Я хотела бы, чтобы побольше людей в этом участвовали, потому что они очень зависят от нас. Они беспомощные. Они не могут сами себе добыть еду. И чем нас больше будет, тем они будут счастливее. Все-таки убежал он. Правда. И вот молодцы. Уже побольше. Картина вот такая. Все кушают. Так что, друзья, будьте милосерднее. 150 рупий от вас не убудет, а для собак это на 3 дня, наверное, хватит. За 3 еды. Будет здорово. Если хотя бы раз в 3 дня кто-нибудь приедет также. Спасибо. Продолжение следует...